Рабочая партия России Рабочая партия России Работал на то, чтобы как минимум улучшить свое положение И в перспективе взять власть и строить бесклассовое общество Вот как вы считаете, рабочая партия Россия, она справляется с этой задачей? Вы как рабочие, как говорится, вам виднее всех с этой точки зрения? Ну, рабочая партия, если так говорится, справляется или не справляется, во-первых, она, эта партия ставит перед собой задачу, чтобы рабочий класс объединился и ставил перед собой задачи для освобождения своего себя, как от эксплуатации, чтобы общество было более гармонично развитое. Вот, это основные задачи. А для того, чтобы довести эти задачи, которые стоят перед данной организацией рабочей партии России, мы работаем не только здесь на заседаниях, просто здесь мы ставим перед собой задачу, на съезде. А наша основная задача – работать в трудовых коллективах, поднимать через разъяснение рабочим, что вы должны ставить задачи такие же, не только для себя, но и для всего, для всех. Может быть, я говорю, как и сумбурно, но на самом деле, сознание рабочих партии России, что такое? Не знаю, что рабочих партии России, а рабочих партии России, если вы не согласны с теми условиями труда в коллективе, ну, на производстве, где они работают, как представили, не кто-то за вас пришел там, инженер, сказал, вот, должно быть вот так, а вы должны быть, ну, мы должны работать вот в таких условиях, мы должны получать вот такую зарплату, согласно установить, если говоришь, что нам нужна зарплата такая же за область, не говорим, мы говорим, что создайте условия, создайте условия, чтобы снижать продукты, чтобы продукты нам будут дешевые, востребованные и способны людей обеспечивать их состояние, их семейные положения, равные для всех. Вот, наверное, мое понимание такое, правильно я думаю, что… Это и профсоюзная же задача. Конечно, а почему? Ну, профсоюзы, если многие думают, что профсоюзы, на самом деле, как было здесь сказано, отдельно товарищи, что там получали какие-то путевки или что-то, это, наверное, не совсем правильно. Люди должны добиваться на производстве, чтобы они влияли на само производство, улучшали свои условия, как материальные, так и… А вы вот по своему опыту можете подтвердить, что без профсоюза улучшить положение практически невозможно рабочим? Здесь не только, может быть, так говорят, что без профсоюза, без организаций, которым вдавляющее большинство, если положение рабочего, должно быть рабочим, и в руководящих органах тоже, хотя бы на уровне пробо-упоргов, а то иногда у нас на уровне пробо-упоргов, на производстве стояли там инженеры, мастера, начальники, кто-то, но не сами рабочие. А вот если мы возьмем, например, численность Нижегородского отделения Рабочей партии России, небольшая, да, совсем скромная, вот все-таки это отражает низкую активность рабочих, низкую политическую активность, можно так сказать? Или, то есть, при этом Нижний Новгород же, это же крупный промышленный центр, правильно? Можно. То есть, вот, как и на этом фоне, и профсоюзное движение, и политическое движение, есть какие-то подвижки? Ну, уважительно. Я сейчас хотел бы начать с того, что сейчас нельзя полностью взять, может, и Валентин Владимирович, скажите, что. Как Вы прокомментируете? Активность рабочих. Активность рабочих, ну, мне сложно говорить конкретно о предприятиях Нижнего Новгорода самого, да, потому что я как бы из области. Если смотреть на то, как проводится Российский комитет рабочих, и, конечно, досадно, что нижнегородские предприятия представлены вот именно в таком количестве, как есть, и могла бы, может быть, организация быть и шире, значительней, чем сейчас, да, но каждый пытается просто такое время, на мой взгляд, каждый пытается спастись сам в одиночку, но это вот к предыдущему вопросу, да, на предприятии этого сделать невозможно. То есть, чтобы добиться каких-нибудь своих прав или улучшения, будь то условий труда или какого-то изменения заработной платы, обязательно нужна организация. Значит, я просто расскажу немножко, как у нас это было, да. Значит, пришел момент, когда работодатель не индексировал заработную плату, и люди как бы показывали свое недовольство этим, но что делать не знали, да. Не знали до тех пор, пока, значит, не пришел к нам председатель на тот момент защиты, это Рузанов Владимир Степанович, сказал, ребята, вы на фоне вот всего сегодняшнего, то, что происходит, вы выглядите кибельчишами и не больше того. То есть, чтобы выдвигать требования, чтобы вести диалог с работодателем, вам нужно организовываться. Соответственно, если вы не организуетесь, работодатель просто не будет с вами разговаривать. Я не говорю конкретно о создании там сразу какого-то профсоюза, это может быть какая-нибудь инициативная группа из там 4-5 человек, уже впоследствии из этой группы может создаться профсоюз, потом этот же профсоюз может примкнуть там к какой-либо политической партии для выдвижения требований уже и политических, и вообще дальше для развития как бы своих этих, своей работы. Ну, я вот вижу это так, и, наверное, не просто так я попал в эту партию, потому что действительно я из среды рабочих, и дело рабочих для меня как бы первостепенное, да, потому что вижу, как люди как бы изменяются вот с темпом жизни, то есть сейчас даже к активности, они бы и, может быть, были бы более активны, но боязнь вот этой активности у них какая-то происходит, а с чем она связана, ну, сказать сложно, но в основном, вот, конечно, тенденция такая, и причина того, что Нижний Новгород такой промышленный большой город, и как бы само рабочее движение не сильно в нем развито, вот именно в том, что пытаются единолично как-то решить свои эти вопросы. Ну, мы что можем делать? Как говорят наши старшие товарищи силком, насильно мил не будешь, как говорится, да, и своим только примером своей организации как бы показываем то, что можно действительно чего-то добиваться, на какой-то уровень можно выходить, допустим, да, и опять же, просто уровень образования самих работников, я не буду говорить, конечно, молодежь вообще просто не идет, даже вот, закончив ПТУ, она не, нет такого рвения, не, как бы, с охоткой, не с охоткой идет на рабочие места, сейчас самое главное, то есть это заработать, а умеешь ты ли чего производить там, и есть ли у тебя какой-то опыт, ну, то есть никому не важно, вот мне главное, я вырос, мне нужно там для потребления определенные какие-то средства, и мне не важно, каким путем их достать, лишь бы они у меня и были. Все вот это, значит, как бы созреть человек должен именно в коллективе, в рабочем коллективе, да, когда действительно есть коллектив, а коллектив это что? Это не группа людей, которые вот занимаются, допустим, одним и тем же, там, одни забивают гвозди, другие, там, балансируют колеса, еще что-то делают, кирпичи кладут, там, каменщики, да, и ничего. Коллектив это именно та группа, у которых есть один интерес, вовлеченность, и когда группа эта, как бы, развивается, ну, идет по одному вектору, да, не каждый сам за себя, а когда все за одного, тогда вот в таком коллективе будет и профсоюз, и будут выдвигаться требования, я считаю, ну, сложно, конечно, сейчас, если сравнивать, конечно, с прошлыми годами, вот, а именно в нынешней обстановке, почему рабочие так мало вовлечены, как бы, и в руководство производства, да, вот потому что идет навязывание то, что, ну, вы что, рабочие, вы должны вот только работать, вот, больше вы ничего изменить, это, вот, у вас есть служебные инструкции, вот, вы их выполняете, не допускают, работодатель не хочет допускать до рабочих до управления предприятием, но законодательно у нас есть такие возможности, и мы вот уже слышали сегодня, даже когда сами рабочие отказываются от коллективных договоров, это, конечно, абсурдно, просто люди, наверное, не понимают смысла этого документа, и даже у меня на предприятии не все, наверное, этого понимают, потому что действительно люди не доверяют, не верят порой сами себе, то, что если ты хочешь, то можно действительно добиться, соответственно, если ничего не делать, ты ничего и не добьешься, но и не ошибается тот, кто ничего не делает, но наломать дров и разобрать, проанализировать какую-то любую ситуацию, можно черкнуть и плюсы, ну, надо работать просто, ну, я вот убежден, как бы, то, что нужно проводить эту работу, и все люди здесь не случайно, они готовы этим заниматься. Спасибо большое за ваш настрой, готовность к работе, и за то, что вы действительно показываете передовой пример, можно сказать, всему рабочему классу России. Спасибо. 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 Спасибо.